Зарима Назировна, вот мы сегодня пришли к вам в гости, чтобы узнать итоги работы вашего аппарата за определенный период, за год. Я знаю, что у вас еще и юбилей у аппарата уполномоченного был. Вот можно несколько слов сначала об этой важной дате? В 2023 году институт уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесской республике исполнилось 20 лет. Это была такая знаменательная дата, потому что все-таки 20 лет это хороший период. За эти годы было очень много восстановлено нарушенных прав граждан. Первооткрывателем этого института, естественно, у нас был Китаренко. И мы выпустили книгу юбилейную, посвященную 20-летию института уполномоченного. Очень красивая книга, где описывается весь период деятельности, скажем, двух уполномоченных. Первый уполномоченный Титаренко, второй у Малатова 2014 года по сегодняшний день. Что я могу сказать о деятельности за этот период? Естественно, в этот период было становление такое сложное, пока формировался аппарат уполномоченного. Хочется отметить то обстоятельство, что благодаря работе главы Карачаевой-Черкесской республики Рашида Борисовича Ватимрезова здесь все-таки у нас в регионе мы видим стабильную политическую обстановку, стабильную социальную обстановку и экономическое развитие идет, так скажем, успешно. Почему? Потому что мы все видели, были свидетелями рабочей встречи Владимира Владимировича Путина и нашего главы, в ходе которого было отмечено Владимиром Владимировичем, что все-таки наша республика стабильно развивается, все устойчиво. Были даже направлены акценты на то, что с 2018 по 2023 год было в рамках национального проекта отстроено, по-моему, 486 объектов, 45 школ капитально отремонтировано, много очень сделано в плане содействия финансового и не финансового характера участникам специальной военной операции, что на сегодняшний день очень актуально и очень большое внимание уделяется вновь созданному в прошлом году филиалу Государственного фонда участников специальной военной операции по Карачаевой Черкесии, защитнике Отечества. Потому что этим занимается напрямую и сам Рашид Борисбевич, естественно, уже все министерства и уполномоченный в своей части, в рамках своей компетенции тоже особое внимание уделяет этому новому виду деятельности, потому что мы начали этим заниматься, как мы все знают, с 2022 года. Это новое направление деятельности, естественно, мы также участвуем в оказании правовой помощи и самим участникам, и членам их семей бесплатная юридическая помощь оказывается в силу того, что, ну, естественно, это такая категория людей, которыми мы гордимся, которых мы уважаем, любим. Естественно, что нам всем хочется, но чтобы они быстрее победили, вернулись в свои семьи и, естественно, на федеральном уровне будет принято много мер, вот исходя из послания федеральному собранию Владимира Владимировича Путина, там же время героев новая, вот как бы тоже программа заложена. Я думаю, все будет сделано так, как положено, как полагается героям. Это герои нашего времени реально. Давайте как раз о направлениях работы вашего аппарата. Вы как раз вкратце сказали о том оказании помощи, ну, поддержке участникам СВО. Давайте вот с них начнем, и потом какие еще направления, кто является людьми, которые обращаются в вашу аппарату. Хорошо. Какая категория жалоб рассматривается, вот вопрос был задан по существу, естественно. Категория жалоб у нас различного спектра. Жалобы могут идти на должностных лиц, на правоохранительные органы, которые могут как-то где-то ущемлять, нарушать права и свободы человека и гражданина. Ну вот, если брать предметно, то в 2023-2022 году, и вот на сегодняшний день, 2024 года, благодаря большому объему работы, что исполняют органы наши исполнительные и власти, и местного самоуправления, количество жалоб на органы местного самоуправления и исполнительные власти минимизировалось. Это вот с такой радостью я могу отметить. Ну а то, что имеют место жалобы на правоохранительные органы, допустим, жилищно-коммунальное хозяйство, ну это, естественно, мы никуда не денем, это факт. Поэтому, ну, сказать, что это системные проблемы, я не могу. Это единичные факты, о которых мы пишем в своем докладе. И вот именно если брать спектр жалоб, у нас жалуются и лица, которые находятся в местах принудительного содержания граждан. Почему? Потому что, естественно, это лица, которые находятся в этих местах принудительного содержания, мы обязаны тоже проверять условия их содержания, условия медицинского обслуживания там же, ну и как проходит питание, прогулки и прочее. Если есть какие-то правовые вопросы, мы тоже им даем бесплатные юридические консультации. Кроме того, у нас еще есть в Центре временного содержания иностранных граждан в Джигуте, это ведомство Министерства внутренних дел, граждане иностранцы, которые нарушили, ну, допустили административных правонарушений и подлежат выдворению. Мы тоже посещаем эти места, потому что мы должны тоже проверять условия их содержания, имеются ли у них жалобы, естественно, оттуда мы жалобы тоже получали и принимали меры для того, чтобы восстановить их право. Ну, то есть, это все подробно у нас описано в нашем ежегодном докладе. Но ведь если человек совершил какое-то серьезное правонарушение, он все-таки заслуживает хорошего к себе отношения? Естественно, вы же понимаете, пусть он совершил тяжкое, особо тяжкое преступление, все равно он остается человеком. И задача нахождения в этих местах принудительного содержания, именно чтобы его исправить, во всяком случае надежда есть на то, что может осознал, может одумается, и есть именно такая возможность ему исправиться, стать на путь исправления. И после освобождения, ну, сколько бы там не было ему отведено, назначено наказание судом, он может стать на путь исправления и вести нормальный образ. Вот у нас есть для этого создан центр исправительных работ, принудительных работ в Прикуманском районе. Вот лица, которые не совершили тяжких, допустим, особо тяжких, а где-то от небольшой средней тяжести, они там отбивают наказание. Их возят на работу в совхозкомбинат Южный. Это тоже как бы своего рода воспитательный характер имеет, вот эта мера наказания. То есть такой яркий пример, что дают возможность людям исправиться, стать на путь исправления. А так, конечно, основная роль уполномоченного, у нас две функции основных, это рассмотрение жалоб, обращений, и второе направление, это правовое просвещение. Тем более, вот на последней сессии недавно внесли уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и субъектовых уполномоченных в перечень тех лиц, которые оказывают бесплатную юридическую помощь. В 1922 году у нас было рассмотрено 303 жалобы, а в 1923 году уже на 109 жалоб больше. То есть количество жалоб выросло, но процент восстановленных прав у нас, если брать период, допустим, с 2014 года, где там было 4%, сейчас у нас процент восстановленных прав в 5 раз увеличился. Ну, это, наверное, благодаря всей этой обстановке, благодаря поддержке всех ветвей власти структур, я думаю, мы достигаем такого успешного результата, потому что они нас слышат, понимают и дают исчерпывающие ответы. И если понимают, что ошиблись, тоже исправляют. То есть это очень приятно, когда мы можем помочь человеку. Зарема Назировна, спасибо большое вам за интервью, за интересную беседу. Уверен, что работа по вашему направлению будет продолжена и будет продолжаться успешно. Всего доброго.